Вопрос в том, что мы можем очень долго занимать деньги, нам когда-то надо будет их отдать. И для того, чтобы мы их отдали, нам нужно больше заработать. Мы не сможем больше зарабатывать, если мы не снизим налоги, рано или поздно. Хорошо, сейчас уже проголосовали, как проголосовали. Но в целом у нас налоговая нагрузка действительно очень высока. Смотрите, мы 51% по данному Мирового банка платим от объема всей прибыли, которую поступают на предприятия, отдают в виде налогов. В Грузии, чтобы вы понимали, 16%. 51 и 16, просто сравните. Нам необходимо снижать и ставки налогов, и самое главное, убирать идиотское администрирование. И менять ситуацию, когда любой налоговик, любой, так сказать, проверяющий, может просто издеваться над бизнесом. Создайте нормальные условия бизнесу, проведите дирегуляцию, так, чтобы мы зарабатывали больше. Потому что, еще раз скажу, занимать все время долг и не иметь дохода, не иметь зарплату, так через некоторое время семьи, знаете, из квартиры начнут вещи выносить для того, чтобы продать и долг погасить. Еще один вопрос. Говорят, есть дыра в бюджете. Окей, есть дыра в бюджете, но существуют варианты, как ее закрыть, просто об этом, к сожалению, никто, может быть, не подумал. Например, существует вариант перевести госзакупки в электронный формат. Это уже экономит 100 миллиардов гривен. Примерно, конечно. Отлично, супер. Так это закрывается, в правильном образом, дыру в бюджете, правильно? 100 миллиардов гривен. То есть вы говорили, что есть 200 миллиардов гривен дыра. Так вот вы закроете ее. А остальные дыры реально вообще закрыть в этом бюджете или нет? А дальше, давайте, давайте, давайте собираться. Подождите, приватизируйте те анаполии, на которых сейчас сидят ваши люди. Укрспирт приватизируйте, Укртрансгаз и так далее, что там подобное. И у вас будут средства для того, чтобы закрыть дыры, а со временем бизнес начнет платить больше, потому что он начнет дышать, он начнет работать, пойдут большие поступления, и все будет в порядке. Если вы никогда-то, ну, рано или поздно не согласитесь и не делаете этот шаг такой, ну, вот шаг как бы стратегический, да, шаг веры, условно говоря, то все закончится очень плохо. Будет как Греция или в Аргентине, рано или поздно.